Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы поговорим сейчас с вами о Евангелии от Матфея и обратимся к 25 главе. Текст, который помещен потом по случайности в 25 главу при разбиении на главы, на самом деле является, конечно, непосредственным продолжением беседы на горе Елеонской. То есть, собственно, евангелист как раз имел в виду, что мы будем читать как целую беседу Христа с учениками на горе Елеонской о последних временах и те притчи, три притчи, которые вот теперь относятся к совсем другой, к следующей главе. Поэтому, собственно, именно то, что Господь говорит в предыдущей главе на горе Елеонской, является, в общем, ключом для понимания этого как раз текста. По крайней мере, такова была идея евангелиста. В 25 главе мы видим с вами три притчи. Первая из них – притч о десяти девах, которые ожидали жениха, которые должны были приветствовать его со светильниками ночью, когда бы он не пришел. Так, по крайней мере, предполагает сюжет притчи – когда бы он не пришел. Вспомним, что в Евангелии от Матфея не раз звучала тема того, что Господь приходит не тогда, когда люди думают, что ему следовало бы прийти, а в тот момент, когда, в общем, его еще пока не ожидают с точки зрения очень многих в Израиле раньше времени. На самом деле, довольно распространенный эффект, когда нам кажется, что вот как-то Бог приближается к нам, когда мы еще не готовы к этому. И вот Христос предлагает своим ученикам эту притчу, где еще не готовы эти десять дев. Но жених приходит вот сейчас, вот в этот момент темной ночью, не дожидается, когда наступит утро, откроются магазины, где можно купить масло, ничего не дожидается. Как Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. Собственно говоря, в этом, вероятно, и основная весть, которую предлагает нам эта притча. И вот она говорит о том, что в тот момент, когда жених приблизился, оказывается, что у кого-то есть масло заправить светильники, у кого-то нет. И пытаются каким-то образом участники этого сюжета суетиться для того, чтобы решить проблему. Думают, бежать в магазин покупать или поделить, чтобы там те, у кого масло есть, поделились с теми, у кого оно вдруг неожиданно кончилось. И все это совершенно бессмысленно, потому что уже поздно, уже поздно наступил день посещения, как говорит об этом Священное Писание Ветхого Завета. Вот сейчас, вот сегодня. И это тот момент, когда, собственно, ты встречаешь Бога или нет. И поэтому в конце этой притчи Господь говорит, бодрствуйте, бодрствуйте, потому что в который час не думаете, не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. И, собственно, идея в этой притче именно в том и заключается, что на всякий случай, не зная, когда этот момент настанет, а мы этого не знаем, и знать этого нам, скорее всего, будет не дано, имеет смысл жить в постоянной готовности, жить в постоянной готовности для того, чтобы можно было встретить Господа Иисуса Христа. Здесь есть еще один нюанс, на который тоже надо обратить внимание. Вовсе не такой эсхатологический, потому что, ну, в конце концов, с тех пор прошло порядка двух тысяч лет. Мы предполагаем, что беседа на горе Ильонской и связанные с ней притчи, все это была весна 30-го года. И вот очевидно, что многие люди прожили свою жизнь, не дожив до вот этого последнего времени. Или, может быть, на горе Ильонской речь шла о каком-то другом историческом моменте. Можно спекулировать на это тем, сколько угодно. И вовсе не факт, что мы, присутствующие здесь сейчас, тоже станем свидетелями, участниками вот этого конца времен. Скорее, более вероятно, что наш личный конец времен наступит раньше. Что тогда для нас означает эта притча? Для людей, которые весьма вероятно не будут в этом конце времен находиться, когда надо бодрствовать. Что значит бодрствовать сейчас в нашей жизни? И, в общем, наиболее вменяемое, я бы сказал, толкование предполагает не столько какой-то отдаленный момент во времени, сколько ту простую мысль, что встреча с Богом, наше предстояние перед Богом живым происходит каждый день. Любой момент нашей жизни – это вот такая вот ситуация, подобная к концу времен, когда приближается жених, когда твой нравственный выбор сегодня имеет значение для вечности. Не твоя готовность к какому-то отдаленному, неизвестно когда, будущему концу, хотя и это тоже имеет значение, но все-таки нравственный выбор сегодня, сейчас. Стало быть, речь, может быть, идет о том, чтобы вот этот день, который сегодня у нас есть, нам нужно, бодрствуя, быть готовыми прожить в правде Божьей. Дальше, развивая, в общем, ту же самую мысль, Господь переходит к следующей притче, вернее, евангелист Матфей предлагает нашему вниманию следующую притчу, и, как мы уже не раз говорили, вовсе не факт, что эти слова были произнесены непосредственно после предыдущей притчи. Перед нами все же далека не стенограмма. Итак, следующая притча – это притча о талантах, которая в разных вариантах встречается несколько раз в повествованиях евангелистов и тоже довольно хорошо известна. И, собственно, в современное употребление слово «талант» вошло именно в том виде, в каком предлагают нам толкование этой самой притчи, а вовсе не в своем изначальном значении. Да, потому что поначалу это, конечно, была мера веса, использовавшаяся для драгоценных металлов, а сейчас совсем нечто другое. И вот в этой притче Господь говорит о том, что сын человеческий, тот, который в предыдущей притче о десяти девах, мы не знаем, в который час приедет, ожидая которого мы призваны бодрствовать. Вот Господь говорит, а когда он придет, собственно, важен будет тот результат, который каждым из нас достигнут. Люди разные. И вот он говорит о том, что сын человеческий в этот момент будет подобен царю, который дал разным своим слугам разные поручения. Да, кому-то более сложное, с большими ресурсами, с десятью талантами, кому-то с пятью, кому-то с одним. Здесь есть очевидно совершенно существовавшие в устной до евангельской традиции вариации на эту тему, совершенно не меняющие сути притчи. А важно, что вот этим разным людям, может быть, в соответствии, в меру возможностей каждого, а может быть, по каким-то другим причинам, которые вообще не обсуждаются в этой притче, вот царь дает поручение, и когда он возвращается из своего путешествия, нужен результат. Что ты сделал вот к этому моменту? И тоже, вообще говоря, притча предполагает, что эти самые слуги не знают, когда вернется их господин, но когда он возвращается, они предъявляют ему плоды того, что они должны были сделать, того, что им было поручено. Вот. И это тоже, я бы сказал, гораздо больше относится к нашей повседневной жизни, чем к некоторому эсхатологическому ожиданию второго пришествия, которое еще в некотором неопределенном будущем, потому что дать ответ за то, что нам поручено, действительно, мы призваны быть готовыми прямо сейчас, прямо сегодня. Не думая о том, что у нас еще там есть какое-то время, когда, может быть, мы, наконец, спохватимся, как студенты перед экзаменом. И вот притча эта говорит о том, что некоторые слуги сделали то, что могли в меру способностей, может быть, в меру того, что им было дано. У кого-то пять талантов принесли, пять, у кого-то два принесли, два, да. А некий слуга решил каким-то образом поступить по-другому. Собственно, идея вот какая, что слуга этот говорит господину, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, берешь, где не положил, поэтому я делал не то, что ты поручил, а то, что я считал нужным. А то, что я считал нужным. Вот, собственно, речь идет именно о послушании тому, что Бог поручил. В этой притче предполагается, что слуги не будут анализировать, а правильно ли господин дает нам задания. Может быть, не такие надо было бы задания давать, как, собственно, и поступает этот слуга, говоря, что нет, я не делал того, что ты мне велел, потому что не делал, потому что не хочу участвовать в твоем обогащении, в том, как ты зарабатываешь себе прибыль. И совершенно неважно в данном случае хорошо или плохо то, как господин зарабатывает прибыль. Речь вообще не об этом, а о том, что эти слуги, если они слуги этого господина, делают то, что он поручил. Если нет, нет. И хороший это путь, правильный это путь или нет. Вообще говоря, ответственность господина в меньшей степени, ответственность этих слуг, если не сказать, что вовсе не их, это чрезвычайно тоже важная вещь, потому что и слушатели, и читатели Евангелия видят, что на следующей буквально странице путь, о котором говорит Господь Иисус, путь следования тому, что поручил нам наш господин. Это путь креста, путь, который ведет на Голгофу. И, в общем, довольно неудивительно, что у тех же апостолов возникает протест. Господи, да не будет этого с тобою. Господь таким образом в этой притче подразумевает необходимость доверия со стороны слуг господину. И вот об этом он и говорит, что тебе надо было делать то, что я тебе поручил. Но если ты не захотел этого делать, значит, отнимется у тебя и то, что ты думаешь иметь. Возьмите и отдайте тому, кто приобрел десять талантов. Тоже читатели очень часто это кажется совершенно несправедливым. несправедливым. То, что этот слуга, который, казалось бы, по-своему, но сберег имущество господина, вот оказался таким обездоленным, да еще и выброшен во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Но это не разговор о справедливости, а это разговор о послушании. Это разговор именно о следовании за Иисусом Христом. следовании, которое опирается на доверие. Ну и, конечно, нельзя не сказать также о таком, я бы сказал, мейнстримном понимании того, о чем говорит эта притча, о талантах, что жизнь каждого человека, наши способности, наши возможности, это не что-то принадлежащее нам, а все-таки некоторое поручение Бога. И это действительно так. В этой притче Иисус предлагает каждому из нас увидеть свою жизнь как поручение от Бога, за которое потом надо дать ответ. Насколько ты исполнил в этом своем пути, в этой своей жизни тебе порученное, или ты занимался чем-то совсем своим, не имеющим отношения к хозяину. Это действительно серьезно и очень важное, и, я бы сказал, с точки зрения духовной жизни судьбоносная вещь, признать себя слугой, которому дали поручения и некоторую часть того, что принадлежит господину, а не собственником, который существует в каком-то безвоздушном пространстве и занят тем, что ему пришло в голову, как этот вот последний слуга. именно в этом смысле теперь мы употребляем слово талант как некоторую возможность, которая нам дана, но эта возможность одновременно повторил и поручение. И, наконец, третья, последняя притча в этой 25-й главе, одна из самых известных, это притча о последнем суде. Здесь надо оговориться, в силу некоторой, я бы сказал, поэтической страстности средневековых и позднейших авторов, меньше в грекоязычной и куда больше в русскоязычной традиции, это событие принято называть страшным судом. Хотя, в общем, слова страшный тут как раз и нету. Это тоже очень важно помнить, потому что, ну, может быть, сейчас, в начале 21-го века это и не так актуально, а еще 30-40 лет назад я очень хорошо помню, какой протест у людей вообще вызывала сама терминология разговора о страшном суде. Ну, и вообще, на самом деле, часто нам не нравится тот факт, что нас будут судить, о чем, кстати, говорят и обе предыдущие притчи. Итак, последний суд. Еще одно необычайно важное предварительное замечание, прежде чем говорить, собственно, о самой притче. Вот какое. Господь говорит о том, что, когда придет Сын Человеческий в славе Своей, вас сядет на престоле славы, и соберутся пред Ним все народы. Строго говоря, речь идет о том, как будут судиться язычники. Язычники. Не вполне корректно было бы прилагать то, что Христос рассказывает своим ученикам в этой притче к верующим, к тому народу, который верит Богу, потому что сам Христос говорит, и англиотан, верующий не судится и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Скорее это, знаете, может быть, можно представить себе парафраз вопроса Петра, когда Петр спрашивает, вот мы оставили все и последовали за тобой, что будет нам. И точно так же он может в этот момент спросить, а вот эти люди, которые язычники, которые живут там за тысячу километров на север в диких дубравах в перемешку с медведями, что будет с ними? И, в общем, это скорее ответ на такой вопрос, что будет с людьми неверующими, что будет с теми, кто не только не знал Христа, но и не имел такой возможности, объективно не имел такой возможности. Тоже где-нибудь в 80-е годы это был чрезвычайно популярный вопрос, ну, просто потому, что в те времена мы в большинстве своем были вот такими язычниками, которые не только ничего не знали, но практически не имели возможности знать о Боге. И вот, повторяю, Господь говорит о том, как будут судиться народы, те, кто не знал, не слышал откровения единого Бога, не знал о нем и, в общем, почти не имел возможности по правде Божьей жить, исполнить закон. Тоже еще один очень важный здесь нюанс, о котором не вредно подумать, потому что народы, язычники, это те, кому не был дан закон. Народу Божьему, в конце концов, закон был дан и в соответствии с духом, с мыслом, целью, с содержанием закона, можно как-то увидеть свою жизнь перед Богом. Вот язычники, как быть с ними. Помните еще тоже замечательный диалог Авраама с Богом в книге «Бытие», где Авраам видит Бога, идущего в Содом и Гоморру и начинает, в общем, торговаться и говорить, а что будет, если там обнаружатся 50 праведников, а если 50 не найдется, только 40, да, а что будет, если окажется только 30? Владыка всей земли поступит ли неправедно? Не могу, говорит Авраам, поверить в то, что ты погубишь праведного с нечестивым. Вообще говоря, очень часто мы видим в Библии вот подспудное, иногда практически неартикулируемое, но понимание того, что когда одни провинились, а цели кислый виноград у детей на зубах оскомина, это несправедливо, судья всей земли поступит ли неправедно, что будет с язычниками, справедливо ли просто, как говорят упертые ортодоксы, как того времени или какого-нибудь другого, просто всех этих язычников побросать на сковородку и пусть они там в адском пламени пламенеют. Судья всей земли поступит ли неправедно? Ведь от этого зависит еще и как мы относимся к Богу, насколько мы можем Ему доверять, что мы вообще понимаем под милосердием Божьим, справедливостью и так далее. Может быть, наши представления о справедливости человеческие слишком ограничены, что, вообще говоря, тоже, конечно, возможно. Вот на такого рода вопросы в первую очередь и отвечает притча о последнем суде над язычниками. И Господь говорит, собственно, ведь очень простую вещь о том, что есть поручение от Бога, ровно как таланты в предыдущей притче. И это поручение быть человеком, быть человеком, способным пожалеть другого, не потому, что он этого заслуживает, а потому, что такова правда жизни, такова правда Божья, даже если мы не знаем, что она Божья, быть человеком, способным к состраданию, каким-то вот простым проявлением человечности, которые не зависят от того, насколько прямы и осмысленно, осознаны нами наши отношения перед Богом, знаем мы закон или нет. Это то, что в эпоху просвещения любили называть естественным законом, то, что, как нам кажется, как мы думаем, принадлежит нам по природе, хотя это далеко не так, по природе нам принадлежит, конечно, совершенно обезьянье, психика, вместе с нашими 98% обезьяньих генов, само собой разумеется, но это дар Божий, который настолько глубоко в нас, что мы часто не осознаем его происхождение, и вот к этому апеллирует Господь, он говорит о том, что все равно все дело в том, что человек выбирает, то, что отличает его от зверя. В понимании верующих это милосердие Божье, конечно же, да, но и в понимании неверующих есть, ну, вот какая-то очень простая человечность. Стало быть, если ты сделал это одному из малых сих, одна участь, если ты этого не делаешь и не хочешь, не можешь, неважно, не делаешь по каким-то своим внутренним причинам и не считаешь нужным, да, пожалеть ближнего, другая участь. Притча предполагает, что, в общем, любой человек в состоянии отличить человечность от зверства, милосердие от жлобства. Любой человек, человек, если только он в здравом уме и отвечает за свои поступки, да, то, в общем, на таком примитивном уровне понимать, что такое человеческая доброта, хотя бы вот в масштабах собственной жизни, мы можем все, это, в общем, дано каждому. так ли это на самом деле, вообще говоря, довольно большой вопрос. И понятно, что, кроме этого естественного закона сострадания, в нас есть и нечто гораздо более мрачное, но все-таки вот этот нравственный выбор, между чем и чем выбирать, с точки зрения этой притчи доступен каждому. Это один чрезвычайно важный момент. Второй в тексте притчи может быть не на первом плане находящийся, но без сомнения критически важный для читателя то, что Господь говорит, вы это сделали или не сделали мне. То, что Иисус отождествляет себя и предлагает нам, это отождествление, отождествляет себя с тем, с кем мы взаимодействуем, кого мы пожалели или не пожалели. Понимаете, у каждого человека есть провинности и заслуги, достоинства и недостатки, но наша человечность, наше человеческое сострадание согласно притче о последнем суде, не на этом должны основываться, не потому, что там ты очень хороший или не очень хороший, я там тебе сострадаю или нет, но это всегда отношение со Христом, с моим Богом, с тем, кто будет меня судить по способности сострадать, а не потому, правильно ли я оцениваю чужие достоинства. Вот эта возможность видеть в другом человеке Христа чрезвычайно важна, но и даже если ты не видишь этого во всех этих взаимоотношениях наших, в том числе и у язычников, всегда присутствует Бог, другой, с которым ты взаимодействуешь, в нем всегда присутствует Бог, не бывает никаких взаимодействий, взаимоотношений, которые были бы от Бога сокрыты. Это с одной стороны возлагает на нас огромную ответственность, а с другой стороны удивительно радостная вещь. Это значит, что мы всегда в присутствии Бога, всегда в присутствии Бога. И вот своим ученикам собственно Господь говорит о том, что не волнуйтесь за язычников, если они люди, если они способны жалеть, чего в общем плохо умеют наши обезьяноподобные предки, если они способны подняться над борьбой за существование, я бы сказал сугубо дарвиновской, и поступить по-человечески, это станет, как сказать, тем моментом или тем местом, где жизнь Бога соединится с жизнью этих людей, где Бог войдет в их жизнь, и поэтому сможет сказать им, станьте справа от меня, потому что вы были со мной в отношениях правды, в отношениях закона Божьего, в отношениях милосердия. И даже если эти люди сами знакомы с Иисусом не были, но он с ними был знаком именно в те моменты, когда они поступали по-людски. И это чрезвычайно значимая и тоже, я думаю, очень обнадеживающая вещь для человечества. И согласитесь, что в общем очень помогает нам не доверять тому искаженному злобному образу Бога, который только ищет, за что бы нас такое наказать. Наоборот, Бог ищет, за что бы нас такое пожалеть, за что бы нас такое помиловать, хотя бы что-нибудь. Если кто-нибудь напоит одного из малых сих, то есть напоит вас хотя бы чашей холодной воды, уже не потеряет награды своей, говорит однажды Иисус своим ученикам. Вот что может быть тоже чрезвычайно важной в этой самой притче о последнем суде. Субтитры создавал DimaTorzok